Я тут посмотрел кое-какие новости и хотел уже было сделать некий апдейт по новостям, но потом подумал так и решил, что это не серьезно, что у нас слишком малое последнее время оказывает влияние именно такой общий новостной фон на цену. И в последнее время я уже достаточно, надеюсь, вас убедил в том, что несмотря на то, что мы видим в плане падения цены, развития технологий у нас и в принципе применимости институциональной и глобальной идет полным ходом. Другое дело, что нам ожидать в ближайшее время и на каких уровнях, грубо говоря, нам стоит покупать. И с каких-то уровнях стоит продавать. Строго говоря, взглянув на график бегло, можно сказать, что мы придерживаемся примерно того же плана, что и было раньше. Помните, где-то здесь мы вчера с вами разговаривали, после этого пробили мы вниз, не пошли наверх этого клина, остались внутри клина и вернулись вот в эту вот зону с 3200 до 3300, где сейчас и находимся. Что интересно? Во-первых, ну вот эта вот зона поддержки, линия поддержки, она была пробита, как в общем-то ожидалось. Другое дело, что у нас есть теперь вот этот вот клин, внутри которого мы торгуемся и еще можем торговаться там с недельку практически. И сейчас мы как бы находимся у почти самого дна, который был по минимальному значению. И вот эта свеча зеленая, которая представляет собой практически сплошную одну тень, вот она. Она как раз и коснулась, вот это на Coinbase было 3.203.32 доллара. Вот она, вот этот объем вышел. Объем весьма скромный, должен заметить. То есть смотрите, какой был здесь объем, когда мы коснулись дна и какой вот здесь. О чем это говорит? Это говорит о том, что покупатель у нас практически на рынке отсутствует. И люди ждут все, ждут все более низких уровней. И самое главное сейчас, как бы вопрос глобальный в том, когда у нас будет соотношение вот этих ждунов больше, чем тех, кто готов еще покупать вот на этих самых уровнях. То есть видите, пока все равно какой-то небольшой объем у нас здесь торгуется. Пока он торгуется, есть смысл его сбрасывать, чтобы те, кто закупался, продолжали продавать, видя продолжающееся падение. Именно поэтому, ну не только поэтому, но отчасти поэтому, я ожидаю движения дальнейшего вниз. В те самые зоны, на которых мы уже говорили. Там 3000 и так далее. И будем смотреть по состоянию рынка. Важно выработать стратегию. Я не устаю об этом напоминать, что самое главное это то, что вы не должны вкладывать сюда то, что вы не готовы потерять. То есть, скажем, если вам в течение года нужна какая-то сумма, и вы сейчас думаете, купить мне биткоин на эту сумму на 3000, или на 2000, или на 1000, или прямо сейчас. И когда он вырастет, чтобы мне можно было вернуть эти деньги, не покупайте. Если же у вас есть деньги, ни на каких уровнях, да, ни на 1000, ни на 2000, ни на 500 долларов, нисколько не покупайте. Если у вас есть деньги, которые вы можете пойти в казино и проиграть сейчас, да, и это никак не повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Вот на эти деньги стоит торговать. И, как я уже говорил, вот смотрите, здесь у нас, допустим, будет, давайте переключимся, скажем, на 4-х часовой таймфрейм. Вот когда мы коснулись уровня в 3-500, да, вот здесь вот, даже чуть ниже, нет, простите, вот здесь вот, чуть ниже ушли этого уровня. Как мы и говорили, давайте закупаться на падении, вот там 4-500, мы закупились 4-3-500. Закупились на 3-500, продаем на росте. Рост ушел до 4-х тысяч, где-то вот от 4-х тысяч стоило уже продавать определенную долю своего закупа. То же самое, когда мы ушли назад до 4-х тысяч, я бы, вернее, до 3-х с половиной, я бы уже покупал. Ну и здесь вот еще можно было ждать на падении, то есть даже не на 3-х с половиной, на 3-х, там, 200, на 3-х, 300. И таким образом, если вы сбалансируете ваши покупки, продажи и процент от дальнейших вложений на каждом новом минимуме, вы, в принципе, даже на падающем рынке, по крайней мере, если будете в минусе, то будете в минусе весьма-весьма минимальном. В долларовом соотношении, а в биткоин, в соотношении биткоина вы даже будете в плюсе. Поэтому, что лично буду делать сейчас я? То есть сейчас уже, как бы, часть до этого я уже тоже покупал, но откупал назад на росте, на локальном, да. И сейчас я смотрю все больше и больше вот на эти уровни, на 3 тысячи. Здесь я буду ставить лесенку от 3-х до 2-х тысяч. И вот, опять же, смотреть по состоянию рынка. То есть, скорее всего, я предполагаю, что мы пройдем как-то вот, ну, вот как-то там так, так, так и вот так. Потом там тут поторгуемся, да. И, скорее всего, пройдем, там будем опять тут колебаться туда-сюда. Пойдем еще ниже. То есть, если это все отработает, то я куплю вот в этом месте. Давайте вот так вот я сделаю, чтобы и какой-нибудь, да что, кружочком, например, введем, да. Вот в этом месте. Вот здесь я куплю. Вот здесь я продам. Такой у меня план Капкан, да. Потом я еще раз закуплюсь вот здесь вот. Если у нас будет, мы пойдем вниз опять. Если не пойдем, ну, прекрасно. Но если пойдем, я опять буду закупаться здесь и опять буду продавать дальше и так далее. То есть, грубо говоря, если мы, скажем, вот не отработаем так, пойдем вниз, я еще раз докуплюсь. И так далее. Буду докупаться до потери пульса пока. Да, потери фиата на своем аккаунте. Но поймите, что в ближайшие, там, три года, скажем, да, пять лет, сколько угодно, если вам вот эти деньги не нужны, которые вы сейчас вкладываете, то этот таймфрейм вам не важен. В ближайшие годы, давайте скажем так аккуратно, я не буду говорить в девятнадцатом году. В ближайшие годы, скажем, в ближайшие годы биткоин вырастет. Вот, другое дело, что до какого уровня он упадет, но покупая сейчас, вы явно будете в плюсе, потому что он, ну, как бы, я не знаю, у меня девяносто девять процентов, девяносто девяти процентов уверены, что он вырастет минимум до своей предыдущего all-time high, а, скорее всего, максимум, да, двадцать тысяч, скорее всего, пойдет выше, там, на пятьдесят, сто и со временем больше, скорее всего. Если никаких критических изменений не получится, да, там, в сети, в коде и прочее, технологических, технических, да, и технологических. Так вот, думаю, что на любых уровнях покупать разумно в таком случае, вот здесь вот, везде. И самое главное, что покупая на каждом новом минимуме, вы, в принципе, вкладываете в каждый раз в дно, определенное дно. Поэтому, откупая назад, вы немного, так сказать, хеджируете свои риски, то есть, продавая вот здесь вот, покупая заново нам на этих уровнях, вы хеджируетесь, то есть, вы, конечно, можете потерять, продав здесь, если цена пойдет еще выше, но зато, если она упадет, то есть, как бы, вот, вот вы рассматриваете два варианта, вот этот и вот этот. Если цена растет вверх, то все равно у вас остается часть закупа, которая была сделана на этом уровне, если цена падает, то вы в плюсе, потому что вы продались выше этого уровня, можете купиться заново и так далее. Ну вот, надеюсь, что теперь несколько моя стратегия более ясна, потому что многие пока еще так, до сих пор делают какие-то неверные выводы. Тем не менее, ситуация практически не изменилась, поэтому ничего особенного я сейчас в том техническом плане не скажу, движемся стандартно, но вот этот клин, как вы видите, он работает в двух, такие явные, так сказать, сигнатуры технического анализа, они работают в двух случаях, в двух, вернее, проявляют себя в двух видах. Либо они выходят с пробитием в ту или иную сторону, в этом случае, несмотря на то, что это не спадающий клин, я думаю, что он должен быть пробит вниз. И в другом случае они отрабатывают в противоположном направлении, то есть, скажем, если наибольшая вероятность ожидания этого пробития вниз, скажем, 65%, то в противоположном случае это будет 35%. То есть, когда у нас, так сказать, количество ждунов тех, кто у нас будет покупать там ниже 3000, включая меня, они превалируют значительно над теми, кто уже купил здесь, а их, как вы видите, здесь не так много сейчас, поэтому все еще есть шанс пойти наверх. В этом случае у нас, как я уже говорю, да, есть возможность идти в противоположную сторону, чтобы вот этих ждунов оставить в невыгодном положении. С другой стороны, с другой стороны, если люди будут закупаться вот на этом уровне уже или на каких-то подобных уровнях, то цену будут продавливать вниз, чтобы они вынуждены были продавать, так сказать, на страхе на своем виде, такое постоянное движение вниз. И в итоге на панике, на абсолютной уже панике можно будет поднимать цену вверх. Ну, это такие логичные рассуждения, на мой взгляд, которые, надеюсь, вам не стоит уже разжевывать до мелочей. Сами все понимаете, даже такое слово, как разжевывать, это стоило бы делать, когда вы только вошли в рынок, да, или тем, кто только вошел в рынок. Ну, а я надеюсь, что те, кто с меня смотрит, уже такие опытные волки криптотрейдинга. Так что, ребят, главное, не впадайте в фому, не поддавайтесь страху упущенной выгоды и действуйте согласно плану. Надеюсь, что у вас он может быть даже лучше, чем у меня, поэтому делитесь им, пожалуйста, в своих комментариях. Я же с вами, надеюсь, увидимся завтра в новом апдейте, как и каждый день. Удачной вам торговли, профита в сделках. Пока!